Лига чемпионов UEFA зовет вас к экранам. В последний раз в этом сезоне пришло время финального матча. С минуты на минуту начнется захватывающий поединок в мадридске Атлетико против мюнхенской Баварии. В этот день всегда ждешь вечера больше, чем обычно. Сегодня день финала. Финала Лиги чемпионов. Невероятная атмосфера сопровождает этот матч. И мыслимое давление сейчас ложится на плечи игроков. Еще совсем немного остается ждать начала главного матча этого сезона Лиги чемпионов. И как и на протяжении всего длинного пути к финалу, сегодня Георгий Чертанцев и Константин Кенич говорят вам добро пожаловать на футбол. Шикарный футбол ждет нас сегодня, Константин. Решающий матч Лиги чемпионов уже здесь. Мы начинали наш первый репортаж, когда было 32 команды в турнире, а на дворе стояла осень. Сегодня теплее и осталось только две команды. Две лучшие команды, одна из которых станет лучшей из лучших тренинг-клубов в Европе. Субтитры создавал DimaTorzok Хотят с первых минут забрать они мяч себе. Сегодня выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка. Футболе и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Бавария сегодня начинает матч в следующем составе. Рискует команда, выставляя всего трех защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Атлетику с мячом. Первый тайм начался. Ундер. И ближе к воротам игра переходит. Будут навесить хозяева. Как здорово он игру читает. Кажется, появляется. Может он идти дальше. И что-то тут будет. Сейф, но атака продолжается. Из боковой мюнхенцы будут вводить мяч в игру. И это может быть очень опасно. Лемар. Ну, навешивай. Бентанфур. Неплохой удар, но вратарь на месте. Самой настоящей немецкой машиной прошлась Бавария. Но, впрочем, как обычно, по своим соперникам незакономерно добралась в удар. Ай, доброта! Браво! Как здорово он сейчас сыграл. Непростой был удар. И действительно это классное спасение. Идет мяч. Штрафнул и забирает. Потачу вратарь. Итак, два игрока на падение, два соперника. Как они сыграют сегодня? Шотом Чаук. Записывает на свыше Бавария. Первый гол в финале Лиги Чемпионов. Обе команды настраивались на то, чтобы забить первыми. Но повезло больше мюнхенской команде. Как же здорово он мяч протащил. Как не старались ему тут помешать. Он как будто ничего не замечал. А только вороты видел впереди. и знал, что надо идти к ним и забить. Отличный исполнитель. Бавария вышла вперед. Игра возобновляется. Хороший пас в Афан. Сауль Дьегис. Двигается с мячом вперед. Будет навес. Несколько защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. Очень пристальное внимание сегодня будет уделено Морезу. И главная причина тому – это его решение о завершении карьеры после окончания сезона. Вот новость так новость. Очень жаль, что такой игрок вскоре попрощается с игровой карьерой. Все прекрасно знают его как профессионала и очень классного футболиста. Но и у таких игроков когда-то заканчивается сила. Рафаэль Варан сегодня главная звезда матча. Ему будет много внимания уделено. Очень большой ажиотаж в медиа возник из-за слухов о возможном завершении им игровой карьеры. Думаю, такой повод никак не мог обойтись без масла. Без проблем играет на выходе вратарь. Мяч в его руках. И тут может что-то получиться. Прошла передача. Можно выходить к воротам. Но не лучшим образом эта перекидочка получилась, надо признать. Но смотри, все-таки задумано это было неплохо, а вот исполнение, к сожалению, подвело. Атлетика в итоге без мяча остается. Лемар. Не смогла Бавария у себя мяч оставить. Бентанкур. Радумчал. Классно сыграл защитник. Избавляться быстрее от мяча нужно при таком пресне. Пошире они играют. Мяч на фланг. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Есть адрес у этой передачи. И как он дальше мячом распорядится? Болельщики замерли на секунду. Но фола нет, можно выдохнуть. Бернарик. Все-таки забрался в офсайт игрок, и боковой поднимает фланг. Не знаю, как линейному арбитру удалось зафиксировать офсайт, но ведь он оказался прав. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделает. Ундер. Как здорово он игру читает. Хорошим в отборе будет аут. И мяч на фланг отправляется. Сауль. Владимир, причем и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. И вратарь выбирает. Отличный шанс есть для контратаки. Не смогли они ничего сделать в этой контратаке, только мяч потеряли. Угловой Бавария заработала. Идет штрафной мяч. Ну, в принципе, неплохая была атака, но что-то вот как-то она оборвалась на полуслуг. Мяч сейчас у игроков Атлетика Мадрида. Возможно, вот так, через контроль мяча, они решили найти путь к воротам соперника. Пока время на это есть, и можно покатать мяч в поисках верного решения. Но не стоит и забывать о том, что они уступают в счете. Дженгис Удэ. И пробеет. Гол! Это Атлетико! Сравнивают они счет в матче, и у нас ничья. Там повторяют забитые мячи. Еще раз мы видим, насколько без проблем отправили на пробку мяч в сетку. Оказалось, что он близко к воротам, и никто не смог помешать его забить. Только он разве мог прованнуться? Но он их вынести. После ответного мяча у нас 1-1. Бенгангур. Баран. Саншиш. Отдает он передачу. Эггештайн. Есть шанс выйти вперед! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Сауль Ньегис. Атлетико атакует через фланг. Там есть свободная зона. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. И что дальше тут будет? И вперед он идет. Скучным первый тайм в финале Лиги Чемпионов точно назвать нельзя. Скорее, он получился напряжен. Все так. Финальные матчи обязывают действовать с оглядкой на результат. И пока что команды полностью оправдывают ожидания от их встречи. раздался свисток судьи и у нас продолжается финал Лиги Чемпионов. Смещается в центральную зону. О, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Сауль Ньегис. Это не играет. Ставит корпус. Не расстается с мячом. Сауль Ньегис. Отдает он мяч партнеру. Хорошо мяч вперед тащит. Задел мяч игрока и будет угловой. В центр штрафной мяч направлен. Некоторым командам гораздо легче даются голы с игры. Да и вообще. Да, несколько тяжеловато сегодня выглядят футболисты. Не хватает им, конечно, легкости. И, я бы сказал, свист. Тренеру момент тоже понравился. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать то же самое. И гол обязательно придет. Бара. Такие передачи растягивают, разрывают оборону. И это удар. И это удар. Забивают Нане гол. Все было сделано очень классно. Они забили важнейший мяч и выходят вперед. Этот игрок забил, но мы с тобой видели эпизоды, в которых футболисты промахивали с таких дистанций. Это действительно так, но вот здесь прямо все к одному срасло. Вот кто-то не доглядел, а кто-то вовремя не доглядел. Тренер начинает нервничать. Его команда проигрывает. И ему нужно думать, как вернуть игру под свой контроль. Бавария вышла вперед. Игра возобновляется. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Не удалось мяч перевести на фланг. Отдавать мяч нужно. Есть кому. Бенханкур. И разрезающий пас на хор. Очень хорошо в обороне сыграно. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Сауль. Двигается с мячом вперед. Катают они мяч. Сауль. Не смог тут игрок. Мяч поднять. И навес не получился. Тренер пытается добавить сил в игру. Подали мяч с углового в центр штрафной. Жаль. Затянули немного атаку. И все. Момент упущен. Бенханская Бавария атакует флангом. И можно воспользоваться этой свободной зоной. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Хороший по задумке пас. Не увенчалось успехом. Это атака. И за боковой игрок Баварии ведет мяч в углу. У Атлетика замена сейчас будет. Саншиш. Вводит мяч у них. И как он дальше мячом распорядится. Спасает голки перворота. Но придется ему еще стараться. Есть у Атлетика на фланге свободное пространство. И можно там развивать атаку. Неплохо как выпрыгнул игрок. Но мимо ворот мяч прошел после его удара. Хорошо разыграли мяч они в этой атаке. Но не повезло с завершением. Далеко от створа мяч ушел. И тренер, как мы видим, тоже недоволен. Команда не сумела сравнять счет. Мадридский Атлетику ведет мяч в игру. Бернарик. Играет он на партнера. Баста тут может получиться. Нет, не получает. Это атака развития. И придется начинать все сначала. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Руссехимец. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Бернарик. И мяч возвращается партнеру. Вперед он мяч тащит. Есть. Штрафной адреса. И навес нужен. Братарь выходит. Забирает мяч. Но не забросит в свое ворота. А жаль. Было бы весело. Есть адресу этой передачи. Прошла передача. Можно выходить к воротам. Прекрасный гол. Бавария еще раз забирает. И теперь уже в два мяча она выиграла. Очень хороший мяч получился. Практически в одиночку он эту атаку создал. Протачил мяч и не стал никому отдавать передачу. А мог ведь. Но мне кажется он верно все рассчитал. И взял ответственность на себя. Готовится замена в составе Баварии. Уже четыре гола в этой встрече забиты. Три-одинщины. Хорошо он в пас умеет играть. Атлетику атакует через фланг. Там есть свободная зона. Беднарик. Отличный пас прошел. И свисток останавливает игру. Оффсайд фиксирует линейной орбитой. Прозвучал свисток. И это значит, что развития атаки уже не будет. Оффсайд. Баран. Бентанкур. Пошли последние десять минут игры. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Баран. Бентанкур. Бентанкур. Выдающийся матч они сегодня проводят. Без шансов для соперников. Бавария почти не давала сегодня шансов сопернику. И не позволила нам усомниться в своем превосходстве. Очень хорошо. Мяч в ворота залетает. В положении в игры гол не засчитывает. Бентанкур. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Бентанкур. Очередной точный пас в его исполнении. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. И пробил. Просто и надежно сыграл воротарь. Отбил мяч куда подальше. Да и делал с конца. Судья показал на угол поля. Угловой подаст атлетико. Четыре минуты добавил судья к основному времени матч. Братарь спасает своих мяч в его руках. Руфаэль воротарь. Если игроки побеждающей команды думают, что сейчас они типа крутые, такие играют в тик... Это победители, дамы и господа. Вот так они выглядят. Как и должны выглядеть победители. Смертельно уставшие, измотанные, но счастливые. Больше счастливые, чем уставшие, как мне кажется. Они сейчас еще один такой матч готовы отбегать на эмоции под победой. Еще бы. Это лучший клубный турнир Европы. И в нем не нашлось команды игроков лучше, чем эти парни. Они молодцы. Они заслужили. Сейчас будет награждение и капитаны другие игроки команды наконец-то смогут поднять этот кубок, к которому они так долго шли и за который сражались. Еще раз поздравим команду и игроков с победой в Лиге Чемпионов УЕПА. Они эту победу заслужили. И игроки подходят к трибунам, на которых расположились болельщики команды, чтобы их поблагодарить. Конечно, они поддерживали игроков в трудную минуту. Они достойны разделить ими эту радость. Итак, команде осталось только сфотографироваться на память. Традиционное командное фото победителей турнира. Успехов им в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. Ну а сегодня они победители.